За время работы выставки силы в правде гордости победы в Самаре около 200 граждан подписали контракты с Министерством обороны России в мобильном пункте отбора, открытом на площади Куйбышева. Об этом сообщает администрация Самары в своем телеграм-канале Вести с Дворянской. Посетители пункта информировали о льготах и социальных гарантиях, которые получают военнослужащие члены их семей, знакомили с условиями прохождения службы в различных видах и родах войск и демонстрировали комплект тактического обмундирования, который получает каждый гражданин при подписании контракта о прохождении военной службы. Особый акцент на получении военнослужащими контрактной системы региональных и федеральных мер поддержки. В Самарской области разовая выплата составляет 2 миллиона рублей. В первый год службы военнослужащий получает 4,5 миллиона рублей. Телеграм-канал администрации железнодорожного района напоминает об опасности, связанные с использованием печного отопления. МЧС России рекомендует «Не доверяй надзор за топящимися печами малолетним детям. Мебель и другие горючие предметы располагай не ближе 70 сантиметров от печи и полутора метров от топочных отверстий. Притопочный лист у печи должен быть размером 50 на 70 сантиметров и из металла. Не используй для растопки печи горючие вещества. Не оставляй растопленную печь без присмотра. Установи дома пожарный извещатель». В Театре Самарская площадь прошел первый спектакль с тифло-комментированием «Красное вино Победы», информирует телеграм-канал администрации Ленинского района. Смотреть спектакль особенным зрителям помогала тифло-комментатор Таиса Марченко. Это стало возможным благодаря полученному гранту от благотворительного фонда искусства, наука и спорт. В рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд».